Всем привет, дамы и господа! Сегодня расскажу, что же у меня установлено на моем планшете. Первое, что бросается в глаза, наверное, пожалуй, виджеты. Про виджеты могу сказать так, что, во-первых, тут все это нового лаунчер, и его я настроил под себя, вот у меня настройка здесь внизу. На канале моего вы сможете найти подробный обзор, как настроить новый лаунчер, чтобы примерно он выглядел вот таким вот образом. Здесь у меня всего лишь два рабочих стола, но, поверьте, информации довольно-таки много. Первый виджет это стелео. Могу вам показать его подробнее. Так вот он выглядит. Качаем спокойно музыку, устанавливаем ее с контакта и наслаждаемся. Что касается стелео. Далее, чуть выше виджет, я не помню, что это за виджет, но я не смог поставить такой же, как у меня есть на телефоне. Вот это там что-то такое. Но здесь очень красивый виджет, очень красивое приложение. Давайте посмотрим, как же оно называется. Вот так. Weather Ground оно называется, если я не ошибаюсь. Ребят, качайте. Оно для планшетов очень долго я искал, чтобы было на неделю. Ну, примерно на неделю. И вот прозрачный минималистический стиль. Вот, что касается виджетов. Итак, друзья, первый ярлык у нас US Browser. Я так понимаю, что... Ну, я показывал уже его на телефоне. Здесь все, что угодно можно абсолютно открывать. Браузер работает довольно-таки быстро. Также можно, например, поставить тему... Вот, и тут у меня развернулся он на весь экран. Можно поставить тему под себя. Скажем, например, цвет фона. Выбрать вот такой вот прозрачный. Ну, я вот такой вот люблю, например, цвет фона. И теперь, если мы нас идем на Яндекс, то все у нас вот окажется таким темноватеньким. Можно также выставить, чтобы он не открывал на весь экран. Чтобы он первоначально вот так открывал. Ну, и по сути, как бы тут очень много всего в браузере, много настроек. Я про него рассказывал отдельно. Далее, книги. Ну, я читаю Карлса Кастанеду. Кому-то пригодится, кому-то нет. Не знаю, здесь одна книжка. Ну, я читал все 11 и перечитываю, по сути, по второму кругу все это дело. А что касается, например, самого Мун Лаунчера, Мун Ридера, то он весьма неплох. Минималистичный стиль, быстро загружает. Можно, например, подгружать в свои библиотеки. Вот есть, например, мои файлы. Вот есть сеть. И можно выставить свой репозиторий. Друзья, можете добавить какие-то репозитории, например, типа, напишите в Яндексе репозиторий для Станзы. И там очень много будет репозиториев непосредственно для любого абсолютно ридера. Вот, для вашего он тоже подойдет. Если вы хотите найти репозиторий. Вот, это Мун Ридер. Ну, и Ютуб, я думаю, понятно, что это такое. И что мы с ним делаем, да. Вот. Ну, Skype, естественно, One in... All in One Toolbox. Он также чистит все это дело. Вот, нажимаем. Или можно чистить вот по иконкам. Также я рассказывал более подробно, что у меня установлено в телефоне. Я рассказывал более подробно про эту программу. В принципе, в обзорах тут тоже много я рассказывал про эту программу, поэтому не буду. Далее, видео. Ну, видео это КМ-плеер. У меня, естественно, почта. Это обычная здесь почта идет от Xiaomi, ВКонтакте. Вот это у нас галерея. Я читаю Берсерка. Советую вам тоже почитать. Очень интересная вещь. И, кстати говоря, с iPad на Xiaomi я перешел именно из-за комикса. Потому что здесь гораздо удобнее все это читать. А в iPad вы просто так не кинете все эти комиксы. Там 2 гига или сколько у меня их очень много. Это я уже прочел еще несметное количество. Вот. Все это быстро пролистывается. Вы можете видеть, никаких лагов нет. Это что касается Quick Peek. Далее. Папка называется Хрень. Здесь у меня нет сортированной обычно программы. Я скидываю сюда. Какими-то пользуюсь, какими-то нет. Я сделал отдельный обзор насчет этих программ. Потому что пока что это хлам. Далее по тому, как мы можем настроить фон или что-то еще. Рингтоны. Вот, например, Audico есть у нас. Продолжаем. Так, 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 так. Ну, заходим с помощью учетки. Первый раз он заходит долго. Потом, естественно, он уже запоминает вас. И впоследствии вы можете качать рингтоны. Тут в больших количествах он ваши запоминает. Тут внизу маленькая рекламка. Не знаю, кому-то она может бесить. Но, тем не менее, программа очень стоящая. Называется Audico. Следующая CattyPlay называется программка. По сути, здесь очень много есть обоев. Ну, так же всего остального. Но, в принципе, вот из-за обоев я ее, собственно, и качал. Тут действительно они новые, свежие и классные обои. Вот. И третья, естественно, Zetgen называется программа. Или Zetge, я не знаю, как правильно произнести. Здесь также у нас есть и обои, живые обои, рингтоны, уведомления, там, игры и так далее. Вот. Тоже очень шустрая программка. Показывает, например, можно что-то поставить на рабочий стол. Вот она подгружает в хорошем качестве картинку. И вы можете видеть эту картиночку, да, кому она понравилась, там, и так далее. Вот иногда она выкидывает рекламу. Ну, друзья, с рекламой легко пользоваться. Главное, что нет, рут. И далее поставить Adway, называется Adway. Такой вот голубь мира там нарисован. Вот. Что касается украшательств, я вам рассказал. Далее давайте быстро пробежимся, что внизу. У меня есть Chrome, у меня есть Play Market и у меня есть Mobile, там, что-то такое. Mobile Market, вот, как он называется. Это отдельный магазин, который, ну, вроде как тут много бесплатного, но, по сути, он дублирует Google Play. Иногда я здесь скачаю какие-то игры для обзоров, чтобы их скачать бесплатно. Это удобно. Далее, ну, это у нас кнопка с приложениями и... Эй, друг! Вот. Стандартная камера, настройки нового ланчера и настройки обычные всего планшета. Тут у меня идут Айда приколы. Я уже про них много раз рассказывал, ребят. Довольно-таки много различных приколов и есть гифки. Все очень быстро подгружается. Внизу реклама, ну, по поводу рекламы я уже вам говорил. Далее, Вести. С каких-то пор мне не понравились Вести о России, потому что тут много, ну, всякой глупости пишут, билиберды. Честно говоря, как-то вот сама программа глючит, там что-то. Вот видите, ну, вот что это происходит. Вот я хочу почитать новости. Что происходит с тобой, друг? Вот так себя ведут Вести. Поэтому мы Вести прям при вас удаляем нахер. Окей. Все. Майл.ру новости гораздо удобнее, гораздо информативнее. Очень часто читаю. Здесь прекрасно все отображается. Бля. Нет, мне не нравится, как отображается. На телефоне я читаю, а здесь вот это, блядь, пролистать. Если я хочу, на середину. Ну, не знаю, не нравится мне Майл.ру. Наверное, тоже удалю их нахер. Вот. Фишки. Фишки. Ну, фишки, естественно, это классика. Здесь. Хотя тоже непонятно. Вот внизу вот это говно. Вот что это такое? Они не могли распределить красиво. Вот. Или сразу вот так открыть. Ну, фишки, в принципе, и как фишки. Что рассказывать про них. Плей пресса. Гугл пресса. Вот так она называется. Здесь очень много красивых новостей. Можно почитать. Посмотреть. Выбрать свои какие-то категории новостные, которые вам больше подходят или нравятся. Ну, пожалуй, я вот ее поставлю в первую новостную. Потому что она действительно неплохая. Далее. Игры. Ну, по поводу игр, наверное, либо сделаю обзор, либо что. Но показывать вам каждую игру, рассказывать про нее, это очень, это очень-очень долго. Поэтому я не буду этого делать. Далее. Тут у меня навигация. Это Google карты и непосредственно Яндекс.Метро. Файл команды у меня есть также. Это, по сути, как бы файловый менеджер. По поводу музыки. Здесь у меня стоит стелео. Здесь у меня есть диджейская какая-то шняга. Иногда я ей пользовался. Ну, вот она называется диджей. Что-то там. Ну, не смог я свести даже две песни. Это сложно для меня. И, естественно, гуитар тюна. Вот так он выглядит. Иногда я настраиваю гитару не под слух, а вот с помощью такой байды. Ну, тут, по-моему, звук я выключил, что-то такое. Переходим ко второму экрану. Здесь у нас сразу первое, это Color Note. Можно делать заметочки. Это уже заметка. То есть, ее можно делать больше, меньше, передвигать и так далее. Но я ее сделал как иконочку размером и поместил сюда. Далее, погода XL. Ну, я не знаю, что это такое, какая-то хрень. Что это такое? А, это, собственно, моя погода. Вот, да. Вот так она называется, погода XL. Вот она. Далее, филворды. Филворды это что-то типа... Кроссфордов, наверное. Давайте продемонстрирую. То есть, надо вот собрать какие-то слова, например. Либо так, либо так. Вот. И попытаться. Можно там подсказки брать и так далее. Ну, суть такова. Раньше было у меня 3 на 3. Сейчас уже, видите, 4 на 4. Постепенно, я думаю, они будут все сложнее и сложнее. Интересная штука. Etsy. А, ни хрена узнать, что это такое. Давайте посмотрим вместе. А, ну, какой-то интернет-магазин. Какой-то интернет-магазин, не знаю, какая-то билиберда. Ну, тут я часто пользуюсь Mi Fit. Я уже рассказывал, но в основном я на телефоне им пользуюсь. Он считывает шаги с Mi Band. Ну, и, собственно, вот это Xiaomi, вот это Xiaomi. И вместе они дружат и любят друг друга. Вот. Но что-то вот долго он любит. Вот это размытие обоев у нас. Виджет, который дает Keti Play. Я рассказывал про Keti Play. Далее у меня обновление системы стоит. Дропбокс, BBQ, скрин. Это непосредственно, получается, можно транслировать экран свой в реальном времени на компьютер. И причем программка, да, платная, но весьма неплохая. Работает практически всегда. Макстрон. Это вот браузер. Я его пока оставил. Но он неплохой, но не сказать, что очень крутой. Вот этот US гораздо интереснее. Вот. Ну, системы. Системные у меня есть тут. Естественно, то, что удаляет рекламу. Но пока что у меня не стоит root. Root, кстати, тут делается в 5 секунд. Видео есть на канале. Смотрите, кому интересно. Далее идет Benchmark, естественно. А вот эта программка, я про нее тоже рассказывал. Называется она Lucky Patcher. Видите, она показывает, что root прав нет. Поэтому, извините. Она творит вообще потрясающие вещи. Она может удалять как рекламу с любого приложения. Она сама сканирует все приложения. Также она может удалять проверку лицензии. То есть, вы можете скачать, грубо говоря, где эта программка. И Lucky Patcher ее пропатчить. И тогда это прям, ну, очень трушная штука, которая нужна. Ну, это SuperSue, у меня тоже пока она не работает. Это SpeedTester, который тестирует интернет. SuperSue еще один, они дублируют друг друга. А это хрен чуть такое. Exposer Install. Ну, Exposer это очень опасная штука. Лучше ее пока не ставить, если вы не знаете, что делать с root. Но, в принципе, это наподобие как магазин приложений. Скорее, просто масса приложений для root. Вот это их способ. Так, Snapseed это понятно, что такое. Я уже рассказывал, когда говорил про телефон. Что с помощью этой штуки можно отредактировать очень хорошо свою фотографию. Любую абсолютно. И CS-сканер, который может сканировать документы очень удобно, очень быстро, без рекламы, бесплатно, охрененно. Вот. Что еще тут есть? Heads Up. Что это такое? Включить, выключить уведомления. Ну, вот это я не знаю, что это такое. И вот это вот 94% тоже какая-то поебень непонятная. Непонятная. Ну, которой я редко пользуюсь. Ребят, в основном на планшете я смотрю на YouTube какие-то ролики. Иногда поигрываю. Иногда читаю комиксы. Иногда читаю книги. Все. Все, что я делаю на планшете. Ну, иногда делаю обзоры. Такое тоже бывает. Если вам понравился обзор, ставьте лайки. Я старался, как вы можете видеть, задний фон сделал, чтобы прям было все очень красиво. Вот. Только ради этого хотя бы можно поставить лайк или подписаться на канал. Или и то, и другое. Ребят, всем всего самого замечательного. Счастья, успехов. Самого благого вам. Чего-то там. Счастья в какой-то жизни. Загробной там и так далее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok